Это областный фестиваль-конкурс, первый по лику. По словам организатора, я говорю, мы это оценить реальную работу, которая проводится в школах по громадянско-патриотическому выхованию с выкористанием мясового краизнавчика материала. Причем это должна быть не просто работа одного наставника с одним классом, а целостная система, распространенная во всей научальной установке. Наставники погоджаются. Сегодня выкладывать материал на уроках становится все больше тяжко. За развитие интернета практически любую тему можно выучить самостоятельно. Инжняя справа, что доведаться нечто текавое таким членам об своей малой родине, особенно когда это везка, тени великий город, ведьме с Кладаном, разом с этим практика свечить, сказать об эффективной выховавчо-патриотичной работе без выкористания мясового материала не приходится. Именно краеведческая работа, работа понятная, близкая, доступная детям, потому что это населенный пункт родной, это объекты родные, с которыми не встречаются каждый день, это люди, которые их родственники, которые когда-то героически себя проявили, когда сделали для своей малой родины и для большой родины очень много. Темы, якими можно затекавить школьников, самые разные. Тут и особливости природы, и в обучении местовых географичных назвал, плюс доследование истории вёсок и тех же традиций белорусской хаты, ящединный керунок, выхование молоди на прикладах с життя конкретного человека, яке адлюстровое целую эпоху. Ярким примером является Иван Семёнович Горунов, человек, директор вечерней школы номер 7, ветеран Великой Отечественной войны, педагог. Он возглавлял вечернюю школу, в здании которой сегодня расположен современный Гомельский городской лицей. Человек, который сделал всё для того, чтобы наше образование было таким, каким оно есть. Он сформировал любовь к родине у тех ребят, с которыми он общался, которых он учил. Областный конкурс по гражданскому патриотическому выхованию школьников провели у два этапа. С початку заводчины, за анализом досланных работ, потом финальная частка. Команды рассказывают об конкретных реализуемых проектах и кажут об достигнутом эффекте. Директор Рогачевского районного центра туризма и краизнавства «Детей и молодцы» Геннадий Титович, Агучевая Лежба. В экспедициях по месту боёв приняли удел больше 500 наученцев, которые занимались реставрацией помников и доброупорядкованием месту войсковой славы. Плюс сбирали материалы для музея. Когда есть мета и про 70 годов после войны, можно найти нечто декабое. Постоянно совершенствуем методику нашей работы, подключаем материалы сайтов, мемориал, подвиг народа, находим документы о войнах, которые были уроженцами нашего района, воевали на различных фронтах Великой Отечественной войны. Посещаем все деревни, обращаемся к родственникам, бывшим ветеранам Великой Отечественной войны и пополняем архивные фонды Центра туризма и краеведения и музея «Лёс солдата». Олег Сенчаров, Валерий Копаньков, Телерадо, компания «Гомель».